Всем привет, меня зовут Алексей, сейчас будет интересный разговор, дата записи этого разговора 12 июля, на связи экзорцист, человек, экзорцист Иси Тагая, ченнеллер Иси Тагая, здравствуйте. Здравствуйте. Как я красиво ошибся, экзорцист, человек, ченнеллер Иси Тагая. Скажите, что главного в пространстве с момента на сейчас в вашей жизни и с каким самым частым запросом, или, например, каким был последний запрос от людей к вам решить какую-то свою личную проблему? Каждый день я получаю разные абсолютно запросы. Как правило, самый глобальный запрос, которым ко мне приходят люди, это духовное развитие, духовное раскрытие своей сути. У многих людей сейчас возникает желание чувствовать, видеть своих ангелов, своих наставников, свое высшее «я» и получать доступ к энергоресурсу Творца, то есть соединиться с Творцом. Самый главный запрос — это выйти на состояние счастья, для того, чтобы состояние счастья было базовым состоянием. Поэтому люди спрашивают меня, как выйти из боли, как выйти из депрессии, как выйти из тяжелых состояний. И есть методы, есть практики, есть техники, есть медитации, которыми я делюсь, которые помогают мне и помогают всем людям. Супер! У каждого свой запрос, и внутри у каждого есть своя рецептурная книга, книга рецептов, как сделать, как испечь свое счастье. В этой передаче, в этих видео мы как раз и выслушиваем рецепты людей с их пожеланием, и с большой радостью слушаем ваши ответы и ваши советы. Перед тем, как мы перейдем к главным вопросам зрителей, хочу начать с самой важной темы прошлой недели. Мы не виделись, 8 июля Россия нанесла жесточайший удар по Киеву, была разрушена, частично разрушена больница Ахмадет, где больные дети получали диализ, онкобольные дети. В общем, всю эту трагедию вы знаете, как она выглядит. Если смотреть на Кремль и на Россию, как на демоническую структуру, что это было, что это здесь за сигнал? Неужели это очередное жертвоприношение? Как поменяется в пространстве дальше развитие событий в Украине с войной? Что это за момент и как можно принять то, что произошло, при том, что погибло около 30 человек, 150 человек ранили в этот день в Киев, как подойти к этой ситуации с эзотерической, духовной точки зрения? Ну, с точки зрения человеческого отношения невозможно принять эту ситуацию. То есть мы не можем принять боль, мы не можем принять смерть, мы не можем принять удар по детям, мы не можем принять удар по врачам, это невозможно принять с уровня «я человек». Это можно принять только с уровня «я духовное существо». И я понимаю, что здесь, на планете Земля, я прохожу свои дуальные уроки, и каждая душа проходит свои дуальные уроки. И это выход, да, смерть — это всегда портал. И на самом деле, когда мы находимся здесь, в реинкарнации, мы мертвы. Мы сейчас все мертвы, но когда мы умираем, мы выходим в жизнь, потому что всё иллюзорное, оно заканчивается, оно прекращается. А всё истинное, оно вечное, оно бесконечное, то есть оно не может прекращаться. И мы переходим от неистинного к истинному, от прошлого к вечности. И поэтому со стороны того, что мы духовные существа, мы понимаем, что нет правильного или неправильного, есть просто некий ход событий, который уже предписан, предрешён и который выбран на уровне всех душ. И когда происходит выбор душ, есть враг как инструмент выполнения этой воли. Также, если мы будем смотреть с магической точки зрения, с эзотерической, да, естественно, это жертвоприношение, и день выбран неспроста, а это 8-7-8. Если вы посмотрите на дату, то семёрка, она получается зажата между двумя восьмёрками. 8 — это день, и 8 — это год. Между ними число месяца — 7. И семёрка, она несёт энергию аскетизма, энергию чистоты. Это детская энергия. И вот эта семёрка между двумя восьмёрками попадает в портал. Восьмёрка — это Сатурн, это портал смерти. То есть Сатурн всегда выводит из реинкарнации. И сейчас мы идём к ещё более сложной дате, о которой я говорила. Это когда соберутся три восьмёрки. Это 8 августа 2024 года. Это сложная дата, которая открывает портал до 26 августа 2024 года. То есть это портал смерти, потому что в этот август может происходить абсолютно всё, что угодно. То есть мы можем ожидать вообще всего на планете любых событий, ударов, катастроф, катаклизмов. И сейчас мы энергетически все готовимся к этому периоду. Это такой глобальный переход душ. Сейчас большое количество душ будут переводить и переводить через смерть. Единственная разница в том, что кто-то умрёт и родится в одном и том же физическом теле, а кто-то сменит физическое тело. Кто-то сменит мерность и выйдет из физического тела. Но перейдут все, не будет тех, кто не перейдёт. И это будет касаться не только Украины, а всей планеты. Люди, которые проходят духовный рост, духовное развитие, и дети, у которых есть запрос на уровне души идти дальше, двигаться в этом же теле, они будут либо проживать болезни, либо тяжёлое состояние, отравления. И будет казаться, что всё, я умираю, я умираю, но потом произойдёт вот этот момент пика, сознание перейдёт, и тело то же самое, но внутри что-то поменяется. Вы почувствуете, что вы тот же самый, но уже абсолютно другой. И это значит, что вы уже сменили мерность, просто вы остались в том же теле. И тело на уровне ДНК будет перепрошито также. Но есть те души, которые не готовы протаскивать физическое тело, поэтому им лучше оставить тело. В этом теле они получили весь опыт, и они будут двигаться дальше, и они зайдут уже в ту точку пространства-времени, где мир преобразился. То есть люди, которые выходят из воплощения сейчас, они зайдут ещё раз в реинкарнацию, но уже сразу в золотую опуху. То есть уже там, где всё хорошо, там, где человечество пришло к благости. Сейчас у человечества есть развилка две точки. Это заход в роботизацию, и потом тотальное разрушение роботизации, как в фильме «Прекрасное зелёное», где показана другая цивилизация, которая пошла путём разрушения. Они выбросили все стиральные машинки, пылесосы, то есть избавились от всех роботов. И вернулись тотально к природе, открыли телепатию, сердечную телепатию. Очень много работы с телом, то есть с детства идёт работа с телом. Либо же мы обойдём роботизацию, то есть мы можем сейчас уже открыть в себе способности, открыть в себе ситхи, и в обход роботизации сразу идти в золотую эру. То есть мы всё равно войдём в золотую эру. Вопрос только, мы войдём в неё через роботизацию, это будет ещё больше разрушения. Либо же мы сможем не выбрать роботизацию как тяжёлый урок и тяжёлый опыт. Всё будет зависеть на самом деле от нас. Благодарю за такой развернутый ответ. И по поводу дня 8 августа. Как лучше провести этот день? Этот день лучше провести медитации. Это день для духовной практики. Энергия Сатурна — это энергия рождения и смерти. Это энергия Сатан. Это энергия всех циклов времени. Она как будто все циклы, все ваши кармы схлопнутся в один момент, в один день. Вы почувствуете всю тяжесть, которая накопилась со всех реинкарнаций. То есть в этот день будет такой мощный удар Сатурна по каждому. То есть Сатурн просмотрит каждого. И этот день лучше провести в медитации, в духовной практике. Если вы работаете, если вам нужно куда-то идти, если у вас запланированы дела, выделите себе день, выделите время, не полчаса, один час. И проведите это время в медитации. Проведите с собой. И самое важное, что нужно сделать в этот день, это благословить себя в каждой точке пространства и времени. Благословить себя прошлому, благословить себя будущего. И благословить себя на ту возможность и ту реальность, в которой вы проходите трансформацию и переход в этом физическом теле. Вы можете сказать себе, что я разрешаю моему телу трансформироваться, я разрешаю моему телу раскрыть потоки света в каждой клеточке, в каждой структуре моего сознания. И я разрешаю себе пройти этот портал мягко, оставаясь в физическом теле. И я разрешаю себе раскрыть свой духовный, божественный дар через сердце, оставаясь в моём физическом теле. Я принимаю этот опыт души. Очень важно намерение, потому что когда вы проговариваете намерение, вы выражаете свободу воли. Это самый сильный закон во Вселенной. Проговаривая намерение, вы запускаете вибрацию, частоту. В будущем вся медицина будет основана на частотах, на звуковых частотах, на разных волнах. И людей будут исцелять полностью, будут наращиваться органы, абсолютно все, в помощи частот. Будут созданы специальные капсулы, и в этих капсулах будут проводить звуковые частоты, где структура человека будет полностью обновляться. Клетка в будущем. Мы будем жить долго, мы будем жить до тысячи лет, мы не будем долго стареть. 400 лет. А в 400 лет люди будут выглядеть так, как они выглядят. В 25-30 лет. Это будет нормально. И мы двигаемся в эту точку пространства-времени. И я знаю это будущее, и я понимаю, для чего нужны эти трансформации сейчас. Я понимаю, куда мы идем. И это стоит того. Невзирая на ту боль, которую мы проходим, это стоит того, чтобы оказаться в новом прекрасном мире, в который мы идем. И сейчас мы должны принять этот урок не с болью, не с сожалением, а с тем, что это возможность очищения. Да, оно неприятное. Это как выводить вши. Знаете, это неприятно. Но это нужно сделать. И вот сейчас наши тяжелые внутренние программы, наши программы боли, особенно очень много у людей в сердце, они выводятся, они исцеляются, и мы познаем новых себя. У меня тоже огромная работа сейчас идет над моей структурой, и мне показывают более развернуто, кто я, кем я всегда была, кем я являлась. И это совсем не то, что я думала о себе. Благодарю. Очень познавательно, интересно. Дорогие друзья, напишите в комментариях, что вы на этот счет думаете, 400-летний человек. Это реально? Вам бы понравилось? Вы бы хотели? Теоретически, может быть, и да. Но это же какой объем информации придется через себя пропустить? Следующий вопрос, он из комментариев под предыдущим видео. Сита, здравствуйте. Хочу вас спросить, наверное, вам уже задавали этот вопрос. Как вы видите, на каких условиях все же будет подписан мир в Украине? Вы видите в следующем году какие-то очертания нашей страны на карте? Я уже никому не верю, готова принять любой ответ. Это очень хороший вопрос. И на самом деле, этот вопрос он вообще нас уводит в другую сторону. Не в ту сторону, о чем нам нужно думать. Это вопрос, который никак не повлияет на жизнь человека, который задал его. То есть вне зависимости от границ на карте, жизнь этого человека она никак не изменится. вот это я вижу однозначно. И когда мы задаем такие вопросы, мы сливаем свою энергию. У нас не остается энергии для создания своей жизни, своей реальности. Я могу сказать однозначно, что изменится карта всей планеты, всех стран. Мой канал, он работает планетарно, то есть мне всегда показывают планету, и мне показывают масштабные события, которые касаются глобально всей планеты, всего человечества, так как я работаю с Галактической Федерацией, с планетарного уровня. И я могу сказать, что в будущем сейчас, если вы посмотрите, куда ведут все политики, они ведут человечество к глобальным проблемам, к таким большим проблемам, в решении которых будет предложен вариант всем странам объединиться в одном. Вот представьте, какие должны быть созданы сейчас ситуации и проблема, что единственным решением будет всем странам объединиться в одну страну и просто иметь территорию и убрать деньги. Это то, куда мы идем глобально. То есть мы можем смотреть маленький кусочек дороги, а мы можем рассматривать всю дорогу. И вот это глобальное объединение в будущем абсолютно всех стран, оно будет не так через большое количество времени этот план будет предложен. Это не 50 лет, не 100 лет. Вы увидите, что такое предложение возникнет в течение ближайших 10 лет. То есть события сейчас настолько будут накаляться на планете, что есть эта реальность. И человечество, оно будет идти в принципе к объединению. На данном уровне, если мы рассматриваем Украину, то будут проводиться работы на оккупированных территориях определенными странами. То есть это будет договор, который я вижу в данной реальности, в данной точке пространства времени. Это не между двумя только странами, это большое количество стран. И договор на восстановление поврежденных территорий и восстановлением будут заниматься разные страны. Они будут отстраивать эти территории и помогать людям, которые остались на этих территориях. Это самый важный момент помочь людям на оккупированных территориях. Там много страданий. Но если мы посмотрим дальше, мы посмотрим глобально, то некоторые страны это не Украина, это другие страны, они полностью исчезнут. Их не станет на карте. И это будет действительно огромная трагедия для мира, что не стало целой страны, не стало целого народа по той или иной причине. Но все эти тяжелые события в результате, в конечном результате приведут к трансформации сознания людей, к тому, что люди познают истинные ценности, их перестанут интересовать вопросы от эго, они будут интересоваться тем, как мне улучшить свою жизнь, как мне помочь близкому человеку, как мне быть здоровым и счастливым, что мне нужно сделать, чтобы чувствовать себя счастливым в моменте здесь и сейчас, потому что вы постоянно в одном и том же дне. То есть вы просыпаетесь и это этот день. И это просто новая версия того же самого дня. Это неважно, это лето, зима, осень. Это всегда один и тот же день и его новая версия, то есть новая интерпретация. Вы всегда в реальности этого дня. Понимаете, в чём дело? И это день сурка. Каждый из нас живёт вне сурка. И вот этот день, он на повторе, на повторе, на повторе, на повторе, и возникает момент, когда этот день, один день, вы проживаете в абсолютном счастье. Представляете, вот вы живёте каждый этот день, что-то не так, что-то не так, здесь сомнения, здесь вы разозлили, здесь вы не выбрали себя, здесь ещё что-то, здесь ещё что-то. И вот в какой-то момент, представляете, наступает тот самый идеальный день. День, когда вы всё сделали правильно, каждый свой выбор, каждое решение вы сделали от сердца. И неважно будет, какие события внешние будут происходить в этот день. Для вас, как для души, вы прошли урок в этот день, ваш кармический цикл закончится, и вы войдёте в состояние просветления. Понимаете, просто от того, что вы один день проживёте в абсолютной единстве с собой, в честности с собой, вы придёте в просветление, и вы сможете выбрать, а дальше быть в состоянии света. И каждый этот день опять снова вы будете всё больше и больше выбирать из искренности, из единства с собой, из ощущения в своём сердце. Либо же вы выберете вознесение. Очень скоро на планете будет учитель, который будет нести энергию Будды, и он поможет всему человечеству перейти в новую ветку реальности. И будет большое количество душ, которых этот учитель как будто выведет из цикла реинкарнации, из цикла сансара. То есть это и будет задача выхода из реальности вот этого постоянно повторяющегося одного дня, одного дня. и тогда, когда вы выходите в реальность, наступает новый день, перестаёт крутиться один и тот же день, вы почувствуете, когда произойдёт новый день, это абсолютно другая реальность. Это реальность, где ваше сознание находится в побуждённом состоянии, где вы видите всё, где вы видите, как циркулирует энергия в деревьях, в животных, где вы чувствуете, слышите каждое живое существо, где вы едины с собой. И это не для единиц, это для каждого. И каждый, кто не захочет идти в этот опыт, выйдет просто из реинкарнации. Все остальные будут вот такие, все будут такие, представляете, мы идём в эту реальность. Фантастика, благодарю. Вы говорите, я представляю, а зрители могут ещё и прокомментировать. Это круто, благодарю. Так, есть ещё один вопрос, пройдёмся по физике, по-человеческому, по-дому нашей души, по-человеческому телу. Вітаю, Исита. Хочу вам поставить таке питание. Что не відпрацювали люди, у которых полностью відмовляют нирки? У меня это вопрос очень важный, оно требует меня 5 лет. Я сама была донором для своего сина. За этот час с вами бачу Божью любовь у своему жизни. Ви стилене. Ещё вопрос. Есть много людей, которым пересадить сердце іншой людини. Как эта история впливает на духовность того, у кого такая сложная операция? Смотрите, что касается почек. За что отвечают почки? За очищение. Когда у человека нет возможности, нет желания проходить очищение, почки будут отказывать. нужно себя очистить. Это обязательно. Вы ходите в душ, вы чистите своё тело, вы понимаете, что нужно очистить голову, нужно очистить зубы. Это понятно для всех, но нужно чистить органы внутри. Вот как почистить внутренние органы? Перестать пить алкоголь. Но этого недостаточно. Вот просто не пить алкоголь этого недостаточно. Есть потрясающая практика, я всем рекомендую, это йога нидра. Йога нидра это практика, которая помогает очищать внутренние органы. Это когда вы сознанием, это всё практики Будды, когда вы сознанием погружаетесь в своё тело, и вы начинаете идти по своим органам внутри тела. И ваше внимание это такой световой душ, то есть ваше внимание это поток света. Вы знаете, что когда человек смотрит, движение частиц меняется. Это доказано научно. И вот, когда вы начинаете смотреть внутрь своего тела, движение частиц внутри вашего тела меняется. Оно гармонизируется, то есть ваше внимание это свет, который гармонизирует клеточки и частицы внутри вашего тела. И практика созерцания своих органов внутри она их очищает. Вот вы созерцаете органы и очищаете. Вот вы представляете себе печень, да, вы представляете как вы смотрите на нее, как вы наполняете ее светом, то есть взглядом в печень, взгляд в сердце, в желудок, почки, вены. Вот побегите по своему телу вместе с кровью. Вот представьте, что вы по венам просто льетесь внутри своего тела, что вы вот эта жизненная энергия, которая льется, циркулирует в вашем теле. Почувствуйте, как это приятно, как приятно находиться внутри своего собственного тела. Не надо ничего придумывать, не надо ничего воображать. Это то, чем у нас учил Будда. Ничего не воображаете, ничего не представляете. Просто будьте в реальности своего собственного тела, и тогда вы начнете исцеляться от любой болезни. Поверьте мне, если каждый день уделите 5-10 минут путешествия по своему собственному телу, вы не будете болеть. Никакой болезнью вы не будете болеть. Что касается сердца, конечно, сердце это Бог, это источник любви. И в будущем не будет религии, будет только одна вера, это вера в сердце. И все храмы на планете будут выглядеть одинаково, это будут белые купольные здания без икон, без божеств, туда будут приходить люди, садиться, и каждый будет разговаривать со своим собственным сердцем. То есть Бог это сердце, оно физическое, Бог физический, и Он живет во мне. Это мое физическое сердце, и этот физический Бог, он выглядит как сердце, и он запускает жизнь во мне. Все, это будет базовое понимание новой веры для каждого человека. И каждый будет общаться с этим сердцем, каждый будет ченнеллер, мы будем приходить, все будут сидеть, молчать, и каждый будет говорить с своим собственным Богом, и при этом это будет один Бог, потому что мы все будем слушать друг друга. Это будет как общее сердце, но при этом у каждого свое сердце, и это будет очень потрясающий опыт. Не будет кого-то сверху, кого-то снизу, не будет какого-то учителя, мы будем как правило садиться в круг, мы будем браться за руки, и мы будем при прикосновениях, при объятиях сразу обмениваться опытом, и воспоминаниями, и ощущениями, и нам не нужно будет тратить время, чтобы друг рассказывать, а что у нас случилось вчера-позавчера, мы просто обнимемся, и уже мы будем знать все, что происходило друг у друга, и это будет очень классно, потому что нам не нужно будет на это тратить время, и мы будем в этой реальности при встрече сразу проживать новый момент, то есть мы будем тотально здесь и сейчас, мы не будем утекать в прошлое, это очень классно, и мы сейчас уже к этому идем, когда мы обнимаемся, когда мы берем друг друга за руки, это очень важный момент, что касается пересадки сердца, это означает, что у человека было очень много боли внутри, и он не справился с этой болью, и возможно в прошлых воплощениях были ритуалы, где человек вырезали сердце, и когда пересаживает сердце другого человека, естественно приходит и память, и это контакт, который у них еще на уровне душ, до реинкарнации возник, потому что сердце это Бог, это очень важный орган, и могу сказать, что я с детства работаю с сердцем, когда я была маленькая, у меня очень болело сердце, и я теряла сознание, всегда лечилась в больницах, именно по вопросам с сердцем, и когда я проходила очищение, то самая болезненная моя зона, это было сердце, и оно меня до сих пор прихватывает, то есть я помню ритуалы, когда мне вырезали сердце, и я работала с разными хилерами, и каждый раз, когда начинается работа, они говорят одно и то же, у тебя нет сердца, что происходит, мы чувствуем твое сердце, и я говорила, да, его вырезали, сейчас я забираю его обратно, и в какой-то момент я увидела, что мое тело разрезается часть, и забирается вот этот элемент сердца, потом меня собирают, но нету элемента сердца, и когда я спрашивала наставников, что это такое, у меня очень часто возникали вопросы, почему я женщина, почему я в женском теле, почему вы не сделали меня мальчиком, это было бы легче для тех задач, которые я делаю, почему это форма, наставники говорили, ты стала тем, кого ты любила больше всего, ты любила эту женщину, ты любила Исис, и она была именно такой, и стала тем, кого ты любила больше всего, и теперь твой урок это любовь к себе, и совсем недавно мне дали воспоминания, что на самом деле я была вот этой энергией Асириса, которого разрезали и забрали сердце, и сейчас нас как будто поменяли телами, мне дали женский опыт, но тогда я была в морском опыте, и когда мне дали эти воспоминания, все стало на свои места, я поняла, почему всегда были эти вопросы с сердцем, почему мне не доставало этого пазла, и я поняла, что это духовное сердце, да, есть физическое сердце, но есть и духовное сердце, и я стала себе возвращать это сердце, я вспомнила момент того, как я отдала это сердце в легендах, это был бой между Асирисом и Сетом, и Сетом разделил Асириса на многие части, эти части были разбросаны по всему Асирису, и Сетом собрала Асириса, и она его восстановила с помощью магии, но она забыла один элемент дать ему сердце, и он как бы всегда между мирами, то есть он и в Нижнем мире, он и в нашем мире, он такой почитаемый достаточно бог, и сейчас это время, когда все духовные пазлы, которые были разбросаны, они сейчас собираются, и самое интересное, что они собираются в самых неожиданных местах, для того, чтобы мне вернуть мое духовное сердце, мне нужно было оказаться в Тубае, и именно в этом месте у меня произошла регенерация и восстановление моего духовного сердца полностью, то есть частично я его восстановила, но полностью я смогла вернуть эту энергию там, там, где она была оставлена тысячи, тысячи лет тому назад, и сейчас, когда один приходит к целостности, а мы есть едины, соединены, все подтягиваются к целостности, и когда я могу восстановить какую-то часть себя, у меня есть код помочь другим, провести вот эту энергию, восстановить сердце, духовное сердце, восстановить истинную внутреннюю любовь, связь с источником и освободиться от всех клятв, ус, договоров, абсолютно стать свободным и единым с Творцом, потому что Творец это любовь, это свобода, и это то, куда я буду сейчас вести других в свою истинную любовь, в свой истинный свет, в истинный поток, в единство с собой, в абсолютное счастье просто от того, что я есть, я воплощен, я существую, это уже огромная причина для того, чтобы радоваться каждый день, и мы будем идти в это счастье, потому что мы уже воплощены, то есть все, мы уже в игре, нам либо идти в счастье, либо умирать, на самом деле другого выбора нету, поэтому как умирать, мы все очень хорошо знаем, мы уже много раз умирали, нам остается только идти в счастье, только туда. Благодарю, более развернутый ответ и не придумаешь такой целый ликбез на тему сердца, я во время вашего ответа просто потрогал свое сердце, ощутил, потому что понял, что давно не делал этого, не чувствовал его как орган, если не чувствуешь, ничего не болит, все хорошо, поблагодари себя за то, что себя чувствуешь, чувствуешь так прекрасно, что тебе ничего не болит, акцентируйте тоже на этом внимание, это очень важно. Так, наступное пытание про детей и клептоманию дитячо. Это очень поширена проблема, когда мы про нее говорили среди друзей, то многие подтвердили и сказали, что они также в детстве пытались что-то стягнуть. Доброго дня, дорогая Сіта, расскажите, пожалуйста, нам про клептоманию, чому людина из детства забирая все, что ей подобается или нужно, от игрушек до золотых прикрас и грошей, как это то, что должно принять ей, и все это воспринимается где нет разделения, нет эго, мое, твое, где все есть наше. И если сейчас никто не носит эту золотую цепочку, значит, в данный момент она никому не нужна, но это общая золотая цепочка, и каждый может ее взять, и это нормально. И я тоже жила в такой мире, где просто есть все ресурсы, одновременно они везде, и каждый может прийти и взять в любой момент то, что ему хочется. И когда он чувствует, что это мне надоело, или я с этим уже поиграл, поносил, мы опять приносим эту вещь в одно общее место, оставляем там, и возможно кто-то другой захочет это взять. И так как в этом мире существует эго-разделение, для нас это как проблема, или как болезнь, но на самом деле ребенок делает это из чистого сознания, из понимания того, что все создано для всех. Это дерево, оно не только для одного человека, чтобы он на него смотрел, оно создано для всех. Каждый может посмотреть на это дерево, каждый может подойти и обнять это дерево. А чем отличается золотая цепочка от дерева? Ну ничем, это тоже вещь, которая существует здесь для всех, понимаете? И на самом деле все зависит от нас. Мы можем видеть в этом проблему, а можем видеть в этом поток чистого сознания. В какой-то момент ребенок поймет, что в этом социуме все устроено иначе. И здесь по определенному возрасту данная привычка или данное состояние может быть наказуемо. Ребенок это поймет, он социализируется, но на самом деле в будущем если опять-таки вы посмотрите фильм «Прекрасное зеленое», все приносят все в одно место, все принадлежит всем. Каждый может это взять. Вот там эта система очень классно показана. И мы туда идем, где не будет там «Твое», «Мое», «Твоя вещь», «Моя вещь», будут просто какие-то вещи, которые доступны всем. Сейчас это так, не старайтесь вылечить ребенка, переделать ребенка, просто дайте ему любовь, обнимите его лишний раз, скажите, что он прекрасен в любом своем проявлении, объясните ему, что здесь другая социальная система, и здесь есть разделение, но вы понимаете его чистый порыв, понимаете, что ребенок пришел с памятью другого мира, и в том мире нет разделения и нет эго. Крутой ответ, особенно если понаблюдать за детьми, особенно если у вас есть дети, и вы наблюдаете за тем, как они берут, думают, что это, ну, что игрушки это общая вещь, особенно когда подходят к другому ребенку, берут его игрушку и пытаются ею играть. Еще один важный вопрос, и закончим более, самым важным вопросом, наверное, за сегодня. Приветствую вас и сито очень прошу уделить минутку и мне раскрыть тему деменции. Врачи бессильны, врачи бессильны, проблема очень актуальна. Благодарю. Я вот не понимаю, этот человек до себя спрашивает или нет, но я думаю, что разница небольшая. Проблема деменции, в чем это? Когда человек забывает все то, что его питает, все то, что было в его жизни, это делается специально или возможно нет? Да, это система внутреннего очищения. На самом деле, когда скапливается очень много негативной информации внутри, очень много тяжелых файлов и опять-таки, когда на протяжении жизни не было внутреннего очищения, это практика йога-нидра путешествия по органам, это как раз практика внутреннего очищения. Но нас никто не научил очищению в школе. Непонятно, чему нас учат в школе, а только не тому, что может нам помочь в будущем. Поэтому нам нужно создавать новые школы и обучать детей таким вещам, как внутреннее очищение. И когда файлы скапливаются, много лишней, тяжелой информации скапливается, естественно, ваше сознание хочет освободиться. И оно создает такую программу, как деменция. то есть это как программа, которая начинает вас очищать. Вы не очищаетесь, программа вас очищается автоматически. Она помогает вам сбросить файлы. Ну вот представьте себе телефон. У вас в телефоне много видео, много фотографий. И вот вы пытаетесь сделать новую фотографию, а она уже не делается, потому что там у вас забито хранилище. и вот вы не можете запомнить какие-то вот вещи, которые с вами сейчас происходят, потому что забито глубинное хранилище. То есть нужно очищать очень глубоко. Я бы советовала таким людям попробовать гипноз, очистку через гипноз и через матрицы Горяева. То есть здесь надо чистить на очень глубоком уровне. Это не поверхностный уровень, а гипноз он чистят на глубочайшем уровне. Есть фильм про гипноз, называется «Беспокойная Анна». Это очень старый фильм, но он показывает всю сути, глубину гипноза, регрессии, реинкарнации, как это вскрывает наши внутренние программы и помогает нам освободиться. То есть все инструменты, которые существуют в реальности текущего момента, существуют для того, чтобы мы освободились, для нашей свободы. И любая болезнь, она существует для того, чтобы нас от чего-то освободить. Это такой наш помощник. И он нам помогает, потому что мы не способны помочь себе сами. Понимаете, вот когда вы осознанно способны себе помочь, когда вы берете другие инструменты и начинаете себе помогать, болезнь не случается, она не нужна вам как помощник, вы это делаете сами. Но если вы не делаете, представьте, что вы перестали мыться, у вас есть какие-то люди, которые вас окружают, но в какой-то момент вы начнете настолько вонять, что они просто возьмут вас и бросят в реку, то есть все равно вы попадете под дождь, все равно вас Вселенная помоет, вас все равно не оставят грязным, Вселенная любит каждого, а она каждому заботится, вы не будете грязным, вас все равно помоют. То же самое с деменцией, очень глубокое загрязнение, и поэтому таким образом через это очищаются знания, моют. начните очищаться, делайте медитации на очищение, делайте через нос, есть определенные аудиомедитации, попробуйте это применять в реальности каждого дня. Ну вот, как я вижу, здесь нужно по этому вопросу конкретно для этой женщины это полгода в год, вот так, ну минимум полгода нужно работать, каждый день, 6 месяцев, и будет исцеление. Возможно, год, но год уже после 6 месяцев можно через день делать там. Ну вот 6 месяцев точно нужно делать каждый день, поэтому я ей рекомендую начать уже сейчас. благодарю, благодарю за ответ, уважаемая зрительница, если вы написали этот вопрос, узнали свой вопрос, рассмотрите ответ, перемотайте, посмотрите еще раз, благодарю вас, Исито, за такое подробное объяснение. Так, последний вопрос, он такой, болит мне чуть-чуть, когда я читаю этот вопрос и понимаю, что людей с такими вопросами очень много сейчас, особенно в Украине. Исито, вітаю вас. Скажите, будь ласка, як прийняти смерть единого сына? Ця боль не схожа ни на что інше. Буду дуже вдячна за пораду. Да, это большая боль. На самом деле, потеря близких, это большая боль. Совсем недавно ко мне обратилась девушка, она сказала, что потеряла близкого друга. на войне и когда были похороны, он явился ей и сказал, что у меня всё хорошо, я в свете, у меня всё в порядке. Она удивилась, у неё дар ясного видения. И на самом деле, все люди, которые владеют ясным видением, они понимают, что души, которые выходят сейчас из реинкарнации, они идут в свет, они идут в мир, в пространство, в реальность, где нет страданий. Но так как мы пребываем в страданиях, мы не способны это принять. То есть на самом деле страдает наше эго, то есть я потеряю, мне больно. А этому сознанию, которое вышло из тела, ему хорошо. И поверьте, когда вы выходите в этот свет из тела, вы чувствуете такую благодать, такое счастье, такую радость. И в этот момент вы не помните, вам не интересно ни ваши родители, ни дети, ни мужья, ни жены, весь этот мир, не все, что у вас здесь было, оно все абсолютно не имеет значения, потому что вы входите в поток любви. Очень трудно не войти в него, понимаете, когда происходит выход из тела, очень трудно не войти в него. Это нужно, чтобы просто запретили в него ходить сверху, свыше, не дали. Я, пребывая на Бали, проходила ритуал очищения водой, и частью ритуала является, когда целитель погружает тебя под воду и держит под водой, и ты не можешь поднять голову, и в какой-то момент, знаете, происходит переход. Ну, то есть ты вот находишься между жизнью и смертью. И в этот момент я выходила уже, я увидела опять вот этот огромный свет, и этот свет, я понимала, что это мать, это не отец, это мать, и что я иду в мать, это огромная любовь, и очень хотелось туда идти, это самое сильное желание, которое только может быть войти в этот свет, потому что это блаженство, это блаженство, все остальное перестает существовать, это благо, и в этот момент целительница, она подняла меня, естественно, она меня вернула, потому что мне нельзя было входить в свет. они проходят тот же самый путь, они входят в этот свет, в эту великую мать, в это блаженство, и сейчас наше сознание, оно находится во тьме, мы этого не понимаем, мы на похорон одеваем чёрную одежду, это символ нашего сознания, мы во тьме, и мы оплакиваем себя, себя, мы оплакиваем свои собственные страдания, а у души, которая перешла, страданий нет, там свет, и на самом деле, раньше, когда душа выходила из реинкарнации, когда она выбирала путь выхода, это происходило, кстати, тоже в разном возрасте, но без искусственной смерти, то есть раньше, в золотую эпоху, но это же прошлое, оно же и наше будущее, было так, что мы все связаны, мы все чувствовали друг друга, и мы знали, кто, когда, хочет выйти, и было так, что выходили и дети, и подростки, и мы знали, что это будет за день, и кто будет выходить, и все готовились к этому дню, было очень много цветов, фруктов, все одевали белую одежду, этого человека садили или ложили в центр круга, мы садились вокруг, мы пели определенные песни, определенные звуки, и в медитации в какой-то момент, когда душа покидала тело, мы все закрывали глаза, и все видели, как это сознание приходит в свет, и мы все испытывали такое счастье, что мы плакали от счастья, представляете, мы плакали от того, что наш брат или сестра освобождаются, идут в свободу, мы остаемся здесь познавать материю столько, сколько нам еще необходимо, и судьба была людей открыта, каждый знал, кто когда выйдет, никто этого не боялся, потому что мы помнили, как быть в другом мире, наша память была открыта, и мы знали, что там есть истинный мир, и там наша семья, и здесь тоже наша семья, и здесь мы просто в материи, и не было у нас страданий, понимаете, у нас была смерть и был переход, но не было эффекта страданий, и сейчас только в буддизме осталась традиция на похороны одевать белую одежду, то есть именно буддизм это самая чистая на данный момент религия, которая максимум сохранила того, что нес Будда из Золотого века, он транслировал в Золотом веке, и сейчас эти знания будут останавливаться, да, будут происходить переходы, выходы, но мы будем осознаны, мы будем едины с собой, и мы не будем ощущать больше боли, потому что мы будем чувствовать и знать всё, что чувствует эта душа в момент прихода, и у нас не будет боли, у нас будет благодарность этой душе за тот прекрасный опыт и за то время, которое эта душа в теле подарила нам, то есть это был подарок, ваш сын подарил вам эти годы с вами, он дал вам этот подарок огромный, то есть он шёл сюда в материальный дуальный мир, это очень смелый вообще поступок сюда прийти, и он определённое время был с вами, и сейчас его душа, она приходит в истинный мир, в котором нет конца, нет ограничений, нет иллюзий, нет завершённости, где есть только любовь, и да, каждый из нас пойдёт туда просто в разное время, и всё, что можно испытывать в этот момент, это благодарность душе за её дар и за то, что она пришла в этот мир в этот момент, что она не может в этот момент, что она не может в этот момент. Благодарю Благодарю за такой ответ Мне кажется, что чувствовал боль каждого человека К которому знакомо это Сейчас среди наших зрителей Берегите своих родных Берегите их при жизни Берегите память о них После смерти Чудесные слова по поводу благодарности За подарок Что такой человек побыл с вами В вашей реальности, в вашей жизни Исита, благодарю вас за ответы И благодарю вас за время, которое вы нам уделили Благодарю, Алексей С нами на связи была Экзорцист и ченнеллер Исита Гая Подписывайтесь на все ее соцсети Там всегда интересно Исита рассказывает много других интересных вещей Можете задать вопрос В комментариях под этим видео В следующем выпуске А я самые интересные вопросы выберу И также озвучу Берегите себя, берегите любовь Внутри себя все обязательно будет хорошо Украина Обовесково проможе Все будет В какой-то момент Обязательно все будет До встречи в следующих выпусках Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова